Гомельский областный драматический театр Мне довелось побывать в еврейской общине И там есть одна актриса, которая в 1927 году работала в этом театре Он был передвижной, на лошадях, на чем угодно, в села выезжали Это совхоз на передвижной театр был Так это иначе, однако официальные крыницы свечают, что театральное житье у Гомеля Кипела еще с первых годов революционного переутворения краины В 1918 году в Гомеле организовался драматический гурток «Чигуночников» На базе которого был создан в 1930 году Гомельский театр рабочей молодцы «Трамп» На меже 1931-1932 годов в жизни театра отбывается важная подъя Решением у Рада организуется 3-й Белорусский державный театр 3-й БДТ с базой в городе Гомеле Гомель считался когда-то третьим театром Белоруссии Я имею в виду, когда еще русского не было Янки Купала, Витебский и Гомельский считался белорусский театр Директором театра был призначен Владислав Голубок Культосветницкие бригады артистов выезжали у районы В 1937 году театр был зачинен, а Владислав Голубок – репрессованный А потом еще один поворот Нас направили сюда Это целая история Ведь в Гомеле хотели открыть музыкально-драматический театр Поэтому мы целый месяц сидели в Минске, ждали Как? Если музыкально-драматический, мы же драматические актеры Однако не музычно-драматичному театру на Коноване было заявиться у Гомеле А драматичному Гомельская драма была створена на основе актерского курса Народного артиста СССР Леонида Леонидова Актеров глядачы любовно называли леонидовцами На третьем годзе навучання узникла идея створения с класса Леонидова Самостоинного театра Ставятся три спектакли – «Чайка», «Ревизор» и «Васа Жалязнова» Усеяны с великим поспехом были показаны театральные громадсказки Москвы Часопис «Театр» писал Кажуть, за гэты коллектив змагаються разом три городы Штож, варта паза издростять тому, хто пераможа И перамог Гомель Театр смело заявил об сабе Не глядяши на тое, што самому старэйшему у труппі Лець спаунилася трыцать гаду Аткрыть цё театра адбылося у памяшканні драулянага цырку А потом была вайна По инициативе ЦК КПБ у Гомеля была створена перша военная фронтовая бригада Почалися военные будни Закончилась война Открылся этот театр Блестящий, я считаю, красивейший театр В Беларуси такого нет Вот я не знаю, вот Минск, Брест, что угодно можно брать А нас очень красивый театр И расположен блестяще Река Парк Замок Паскевич Это чудо, конечно В 1954 году на головной площади Гомеля вырос новый будинок театра Классичный фасад с высокими колоннами одразу уписался в городский пейзаж Новая труппа под керавництвом Георгия Кацмана заявила об себе спектаклем «Гады вандрованья» по пьесе Арбузова Наза спектакля успрымалася глядачами символично Саправды, пасля многих годов вандрованья театр вернулся уродный город над Сожем Гады узор сталинсках ампиру был сдадзены о той час, калі боротьба з архітектурными лишками яшчы толькі набірала обороты Таму і порцікі з мажными колоннами і ляпніны знайшлі своє місце Боль ж затое шыкованые інтер'еры удала падмацовуваюць концепцію палацца для народа Прасторная фае з буфетам, мармуровые лісьвіцы, люстры Ся рот будаўнікоў театра Васіль Русакоў заузяты театрал Трудно мне сейчас, от 90 лет, вспомнить все Я обязательно в течение месяца посещаю театр І средзе окружэня пропагандзірую ролі і значэні театра У 1955 годзі на гомельськай сцені у ролі Івана Рыбакова по п'ясі Гусіва Выступів народный артыст СССР Барыс Бабачкін У 1956 годзі у ролі Ларысы ў спектаклі «Безпасажніца» по п'ясі Астровскага Ззяла заслужэная артыстка РСФСР лауреат Дзержавной прэмії Ніна Алисава Запрашаць татулаваных актёров, пачынаючшым ў театру было карысно Вообще, самые лучшие годы театра – это первые и лет 20 И часто можно было видеть на этом самом, на рекламе, где кассы – билетов нет, билетов нет Понимаете, просто театр жил Просто, ну, не было такого, чтобы в театре не было, было пустое место Гомельскі глядач аддаваў належная майстырству і любіў сваіх служыцеляў мельпамены Выхаванная, складзіная і зладжыная трупа актёров ў розныя перээды сваёй гісторыі Відала руку такіх галавных рэжысёраў, як Сяргей Астравумаў, Микалай Ульянаў, Вячеслав Кручкоў, Лідія Монакова, мастацкага кераўніка Уладзімера Караткевича Гэта несумнэнна намолянная месца Театр, адкрытый любым мастацкім плыням і експериментам Справа навад не ў тым, што трупа гармонышно складзіная па індвідуальнастях і пакалэннях Справа ў той унутранай пластычной гатовнасті, з якой гомельская драма Шмат гадоў аддаецца ў розны руки самым розным мастацкім стыхіям І нарэшці, справа ў тым, якую рызыку адчуваюць актёры ў гэтых перэтварэннях Якой отрымливают видовочное задовольненье, коли играют Островскаха, Чехова, Лермонтова, Бабеля, сучасные пьесы Режиссёры і актёры пройшли немалый шлях Каб праучыць жахара ў гомеля да театра Былі перэты, калі забранялась актёрам глядзіць ў залу Каб яны не бачылі, што там нікого няма А былі і гады рэнісансу Я помню всю вот эту интеллигентну публику, которая приходила на наших ведущих мастеров сцены И мне очень посчастливилось, что я работала и как с маститыми актёрами И так же легендарными режиссёрами Что значит? Это же явление было в республике в имя Раевского А если отдать должность ему, покойному Который рядом со своим театром считал за великую честь поставить спектакль на сцене нашего театра И представляете, целых два десятилетия Мы всегда приглашали его к нам Он приезжал к нам и ставил спектакль Здесь работают хорошие, талантливые, профессионально подготовленные актёр Лидию Алексеевну Монакову Это же тоже, знаете, человек, который вырос на сцене нашего театра, как режиссёр И будучи заведующей кафедрой, она всегда считала своим долгом поставить хороший спектакль И наш спектакль «Ревизор», который наделал столько фурора на фестивале «Белая вежа» Когда московские критики рукоплескали, это было явление А ещё треба узгадать фестываль, який зарабил гонор театральному Гомелю Это славянские театральные встречи В 1989 году фестываль засновали директоры трёх театров приграничных областей Брандской, Гомельской и Черниговской Первопочаткова он был задуман как форма творческих обменов Однако с распадом Советского Союза набил больше глобальное значение Объедновывать под стягами славянской культуры творческих людей и глядачу Якие апынулися у разных державах При этом дверы фестивалю завсюду открыты для профессионалов сцены и неславянских держав Первый фестиваль он назывался «За Союз» Это было вот в канун распада Союза Его Макаров Владимир Андреевич организовал в Брянске Потом был фестиваль в Чернигове И как бы уже по очереди должен быть фестиваль у нас И мы трое директоров собрались и говорим А чего мы будем вот под разными названиями проводить фестивали А так как это как бы сам Бог велел Деревня Веселовка, в которой петух поёт на три республики, три области Решили назвать его «Славянские театральные встречи» И первый это был 93-й год Уже к нам пришёл Владимир Александрович Короткевич Мы с ним вместе как бы пригласим наших соседей Чернигов в Брянск Привели вот такой как бы негласный фестиваль То есть это три театра А потом он перерос уже в международный фестиваль Славянские театральные встречи Это было наше начало Славянские театральные встречи Заусюду становились и саправдной падеей для театральных гурманов Сё лето Гомель – господар форуму А гостями будуть театральные коллективы из России, Украины, Казахстана, Молдовы И вядома белорусские театры У першыню у Гомеля отбудутся гастроли Калининградского областного драматичного театра Сдявлять гомельскую публику блюдом своей театральной кухни Мая на мир кожный театр А вось якими будуть заморские деликатесы Час пакажа Але у адрознене от папяродних форумов Тут не будзе журы Только фестывальный показ А кроме того, усе фестывальные спектакли Пройдуть тольки на сцене областного драматичного Успомнялася такое высловье У футбол гуляюць многие Галы забиваюць Одинки Ёсць режиссёры, які працуюць с пастановки у пастановку З адными і тымі ж ведучими артыстами Значыць, треба зробіць в основы іншым актёрам Безумовно, мастацкий кераўнік Вызначае ступень занятості Все роли нельзя сыграть здорово Невозможно просто Иной раз ты попадаешь на своё А иной раз ты попадаешь просто Ну так Не моё, душа вот как-то не очень лежит Поэтому И роль сыграешь, конечно Но чтоб здорово, чтоб запомнилось Это очень сложно Ну что считать Хороших ролей, больших Которые стоящие, которые отмечались Это где-то, наверное, 60-70 Мы каждый год выпускали 10-12 спектаклей Тогда труппа была 27 человек С музыкантами Там актёры были заняты все Даже если каждый год ты 3-4 роли сыграешь Хорошие, я имею в виду хорошие, нормальные роли Так то получается Узровень театра заусюду вызначали яркие особы Коли поглядеть уцелым на театральную культуру зараз То особо масштабных Нажаль не так и шмат Для Гомеля такими были Юрый Шефер Николай Пало Владимир Ткаченко Марьяна Карабчанская Нина Корнеева И поколь живее память об их Юсть надея, что театр будет жить А лене не да и грызуть сумнивы Ушли многие хорошие спектакли Крепкие, которые дорогие зрителю Поучительнее В душевном, сердечном плане Умственном плане В плане, скажем так Мироздания окружающего нас Но вот это беда Я назовусь сегодня из последних спектаклей Который поставил народный артист Белоруссии Народный артист Советского Союза Валерий Раевский Это «Крестная мать» Горького Вот это последнее, что мы сегодня пытаемся Я бы не сказал реанимировать Но, к сожалению, будем опять его восстанавливать Потому что многие актеры ушли Покинули наш театр Одни по воле судьбы Одни, к сожалению, по воле Вот не схождение взглядов Руководства и актеров Но так оно и есть Не мое мнение, мнение зрителей Мнение руководства театра Спектакль «Доходное место» Островского Который тоже, увы, списали Но ушел главный герой Его у нас не нашли Плохо Это плохо Когда очень много труда вкладывается Режиссерского Актерского, творческого сердца, души В общем, всего, чем живет актер Всех фибр и эмоций И когда с этим так легко расстаются Как-то становится грустно Даже жить грустно И приходить иногда Зачинать какую-то новую работу Потому что подспудно думаешь Надолго ли? Няма такого театра Який не хотел бы Подобаться глядачу Але якой цаной Вось, что важно Есть думка, что сёняшнему глядачу Даспадобы комедия У такой ориентаванности Ниякага негативного подтексту нема Таяш, комедия адвечна А до Рыстотеля до Макайонка Незменна была западарбаванной у театрах Аднак комедия для Гомельского театра Справа сурьезная Мы почему-то как бы увлекаемся Тоже коммерческими проектами Коммерческими то, что Ну правильно это Но я думаю Мы вот находимся напротив Собора Петра и Павла И нам надо какую-то Человеческую основу Пробиваться к людям Это всегда театр для этого существует Потому что в основе театра сам человек Усё же вильме истотно Каб актёр был добрым человеком Усё ж таки сапраудная абаяльнась на сцене Прысутничает у людей Якие несуть станучую энергию Театр, як гэта невысока сказана Трыбуна И актёры павинны медь права Што небудь промоулять яе Медь права смеяться над собой И у гэтым абсмейванне Не павинна быць разбуральной силы Што до глядача Дык падладжваючайся пад яго госты Мы хучай губляем яго И псуем Испорчен зритель телевидением Вот такими штучками, дрючками Это вот так много И мне кажется, уже многие привыкают Что, а вы нас посмешите А почему не подумать? А почему вместе не поразмышлять Над чем-то? Над какими-то вещами Чтоб люди обогащали друг друга Наш гомельский театр Обопирающийся на традиции Это все ж таки духовный А ля ляб сказать Душевный театр З усими минусами Ён шестей минавито тому Што у яго есть фильтр души Эта энергетика Она переходит рампу И попадает в зрительный зал Это очень важно Это очень важно Чтоб вот эта кардиограмма Знаете, вот Знаете, вот эта кардиограмма Это показатель живого человека А вот это, естественно Понимаете? Поэтому вот эта энергетика И пусть даже скачки какие-то Будут и повыше там И поглубже Это жизнь И взлет, и падение Взлет, и падение На этом строится вся Актерская, творческая жизнь Театр живет по методу спирали Бывает тогда, когда все идут на классик А потом, я думаю, что театр Немножко помолодел своим зрителям А зритель сейчас особый Он любит сейчас И вот дай ему все минутное развлечение Чтоб повеселиться Вот и театр Немножко идет на потребу Вот этого нашего молодого зрителя Но это пройдет Вядома, что неумелая репертуарная политика Нередкое скочване при справе По решении тематичных горизонтов До Чарнухи Распудзили гомельских прыхильников Мельпамены Хотя и сёння Так само и снуя Пастаянный контингент Глядачоу Яки не пропускаю Неводной прымьеры Наведвая спектакли Брэндовых гастралеров А ле ён вельмени шматлики У основным же Глядильную залу Запаўняе глядач выпадковы Затекавленностью пролетной птушки Сёня ён ёсть А завтра И следу не засталося А яшчы ёсть крытык Актёрское дело Его ж не измеришь Штангенциркулем Вкусы разные бывают Кому-то понравилось Кому-то не понравилось Актёр Любой актёр Актриса Живут тем Что они сделали роль достойно И любое В суе Сказанное слово С критическим Каким-то Оттенком Который не совпадает С собственным Мнением актёра Конечно, это ранит Должен быть внутренний критерий Наверное, по молодости Это сложно Но с годами Ты приходишь к тому Что пытаешься Сам анализировать Своё творчество Не обидно, когда бывает Оно и бывает Не только у нас Неудачный спектакль Вот как-то не сложился Вроде все и склеилось Но трещит И не получается От того, в общем-то Хорошего, доброго Чего же у зрителей Да, в общем-то, наверное Само руководство театра Тогда не так уж и обидно А когда всё слажено Всё сделано Всё отработано Когда после каждого спектакля Обнимаешься Подходишь и цельуешься И говоришь Спасибо друг другу Но ты приходишь домой Ты говоришь Вот Здорово Хочется жить Работать Створить Афиша заслуженного коллектива Республики Беларусь Гомельска-драматичного под юбилей уже растет в репертуарную вертикаль. Театр снова выходит на глядача малойцом и амаль прыгажуном в своем внешнем выгляде. Адрамонтованный театр, где ремонт не забил, не выветрил то человеческое тепло, какое надыхывали долгие годы режиссеры, актеры, глядачи. Ацалеу той этичный статут, який робит гомельскую драму одним из лучших да линовитых театров Беларуси. Гомельский театр и в моей судьбе, и в моем творчестве занимает особое место, потому что это тот коллектив и дом мой второй, с которого, в общем-то, началась моя переездочная такая жизнь. Это был первый театр, который меня пригласил на постановку. Я впервые вырвался из родного гнезда и попал на новую совершенно территорию, тем более это был Шекспир, это был 98-й год. И плеяда актеров, которые тогда студентами бегали в карнавале, сегодня уже являются мастерами сцены. Андрей Бакерау даунеся Бархомельского театра. Режиссер, який орлык-початковец, уже давно перерос. Театр распачал новый сезон, его постановка и повод для бродвейской пьесы Майкла Фрейна «Театр». Мы делаем такой подарок как бы и зрителю, и, надеюсь, самим себе. Будем рассказывать зрителям о нас, о актерах, о режиссерах, о тех людях, которые через комедию. Немножко приоткрыть этот занавес и показать, как это создается, как это делается, какие актеры разные люди и насколько, в общем-то, наша личная жизнь влияет на творчество. Новых планов у Досталь, сто спрапанованных до постановки пьес. Верится, что теперь жанровый и тематичный диапазон репертуару станет куда-то ширейше. Живучи у экстремальных умовах, театр был смущен отдавать перевагу комедиям, як продукту наибольшу конвертабельному. Теперь же можно отважиться пропановать публице и нечто больше серьезное. Я сейчас считаю, что наш театр переживает становление, становление, опять очередное становление, учитывая новое время, учитывая все события сегодняшнего дня. Театр – это как живой организм, живое существо. Он переживает все пути. И сейчас такое выздоровление, оздоровление и путь вверх, так я считаю. Все идет к тому, что ренессанс театра – это вот-вот, 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 вот-вот. Мы в ожидании его, мы в предчувствии его. Театр поступово починает новое життё, а ле озираться назад не перестае. Колькись потребится часу, каб не одновляться, а уже рухаться наперед. Керауництва театра лечить, што минимум 2-3 годы, каб полностью одновить усё, от господарча администрационной до артистычной частки. Что ж, по натхнённых в очах актёрской команды, видать, что у новым сезоне яны готовые свернуть горы. Теперь головная узяться за руки и быть разом. Так само обновленная трупа спадяется, что с новыми силами яна наблизить гомельского глядача настолько, каб ён и шоу не на постановку, а на особу. Ёсть и у Гомели немало хенёв сцены. Директор театра мечтает о многом. Прежде всего, это звание академически для нашего театра, потому что наш театр этого достоин. Но к этому ещё нужно приложить немножко усилий, ещё немножко какого-то движения. И я думаю, что мы, конечно, заслуженно получим это звание. Конечно, мечтает о том, чтобы сделать капитальный ремонт во всём театре. Это, наверное, как любая хозяйка. О том, чтобы были полные залы. О том, чтобы были замечательные спектакли. О том, чтобы были достойные зарплаты для всех работающих в театре. О том, чтобы были все здоровы. И чтобы было всё хорошо. Театральный гомель – это другая краина. Сё не уёй – три театральные трупы. И они бьются за своего глядача. Спадеемся, что гомельский глядач у свою чаргу готовы скупить усе билеты. Бо мы усё ж таки за театр, який выкликая эмоции, почутцы, переживанни. Театр, який нацелены на душу и сердце глядача. Каб хотя бы таким шляхом усколыхнуть тое, что многие боятся прымать у собе. Те не умеют. Те разлучилися. Я не завидую актёрам, талантам, гениям, которым всю жизнь приходится играть. То воскресать, то умирать. Сегодня площадной оратор, на завтра царь, вчера лакей. Наверное, портится характер. Игру, закончив лицедей, Должно быть с каждой новой ролью, Со щёк румяна соскребя, Всё тяжелее, Всё с большей болью Приходит медленно в себя. Субтитры создавал DimaTorzok